Пожалуй, никто не может судить с такой полнотой событий в стране, как человек, который все это задумал и осуществил. С кем еще обсуждать историю Казахстана, как не с президентом Руслтаном Назарбаевым? Как подыскивали место для новой столицы? Как Казахстану удалось много более успешно пройти через финансовые кризисы по сравнению с иными соседями по СНГ? Каким увидит Казахстан следующее поколение? Обо всем этом мы будем говорить с президентом республики Казахстан Руслтаном Назарбаевым. Но не только об официозе мы хотим поговорить с президентом и не только о том, что пишут в газетах. Нас интересует не только то, каким видят Казахстан иностранные журналисты и официальные делегации, но и то, как воспринимают деятельность главы нашего государства его родные, его семья и близкие. Что терзало его в момент принятия ответственных решений? Что он чувствовал, создавая историю целой страны? Мы проведем с Руслтаном Назарбаевым пять вечеров. И обсудим пять тем, которые, на взгляд, и казахстанцев, и иностранцев кажутся в истории независимого Казахстана самыми главными. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Астана для меня осуществленная мечта, как бы. Это песня. Самая настоящая. Я думаю, не только моя мечта, но и мечта всех казахов, казахстанцев, которые впервые в своей истории смогли построить собственную столицу в центре своей огромной страны. Это говорит о возможностях нашей страны. Это является символом, который, ну, как бы вам сказано, тянет вперед. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это случилось 6 июля 1994 года. Пленарное заседание сессии Верховного Совета Республики Казахстан. Руководство страны терзают много разных вопросов, но все они, грубо говоря, сводятся к одному. Где взять денег? Бывшие советские заводы не платят людям зарплату, пенсии задерживают. В стране множество экономических проблем. На этом фоне Нурсултан Назарбаев вдруг выносит на суд общественности идею о переносе столицы. ...особенную перспективу вопрос о переносе столицы нашей страны. Сказать, что это предложение просто осталось непонятым, значит не сказать ничего. В своей книге «Казахстанский путь» президент рассказывает о том, сколько критики тогда ему пришлось выслушать. То, насколько дальновидным было это предложение, в ту пору догадывались лишь единицы. Конечно, перевод столицы связан со значительными затратами, это правда. Да, не будут. Но безвозвратными здесь расходами в основном будут лишь затраты по переезду. Остальное – это капитальные вложения. И все, что мы возводим в Казахстане, вкладывая деньги в строительство, это национальное богатство государства, наших детей и внуков. Чем же не устраивал Алматы? Этот город, который называли одним из самых красивых в бывшем союзе. Современный, ухоженный, обустроенный. Президент отвечал, это была отличная столица для Казахской ССР. Но столицей независимого государства, такого, каким хотел его видеть президент Назарбаев, Алматы быть не может. Его население приближалось в ту пору к отметке в полтора миллиона человек. Плотность строений была настолько огромной, что расширять город было просто некуда. Плюс высокая сейсмичность. Так что строительство здесь обошлось бы куда дороже по сравнению с другими городами Казахстана. А ведь новому государству, как минимум, были необходимы новые административные здания. Были у Алматы еще более значимые минусы. Например, загрязненный воздух или аэропорт, которому часто приходилось прерывать воздушные сообщения из-за тумана. Даже под огнем критики президенту удалось доказать – стране нужна новая столица. А вот вас самого Астана со времен переезда изменило? Я, естественно, не про погоду. Армен Жигарханян в прошлом году, когда приезжал, давал здесь интервью. Говорит, я приехал впервые. Я когда с самолета сошел, приехал в город и посмотрел. Я подумал, что я сплю. Оказался в футуристическом голливудском фильме. И стою и смотрю. Я думаю, он хорошо выразился. Наши граждане, которые стоя в центре Астаны, смотрят, подняв голову, глаза на эти небоскребы, я думаю, не захотят склонить голову и смотреть вниз. И это будет всех тянуть, вдохновлять. Я, объезжая страну, смотрю, как областные центры под Астану. Потянулись, да? Потянулись. И все делают под Астану. Даже маленькие байтиреки появились в некоторых. Вот в Восточном Казахстане поехали. Такие же фонари, такие же улицы, такая же подсветка. Названия многие. Названия. Такие же парки, облицованные дома, новые строительства под стекло. То есть Астана потянула весь Казахстан. Сегодня не только гости, как вы, восхищаются. Восхищается весь Казахстан и гордятся этим. Я думаю, что стоило это сделать. Мы единственное государство, которое на стихи веков успешно осуществили переезд и строительство новой столицы. Работа предстояла серьезная. Ответственной группе поручили найти город, который соответствовал бы 32 критериям. Каковы климат и ландшафт? Сейсм и условия? Насколько развиты транспорт и строительная инфраструктура? Достаточно ли в городе жителей, чтобы наличествовали трудовые ресурсы? Соответствовать этим критериям было непросто. По моему поручению было проведено обстоятельное изучение всей территории республики с целью определения оптимального месторасположения новой столицы государства. Такое изучение продолжалось в течение года. Специально подчеркиваю этот момент, чтобы снять опасения, будто предлагаемое решение носит скоропалительный, тем более спонтанный какой-то характер. Поначалу всех очень привлекала идея построить столицу в самом центре страны. Центр Казахстана – это Жисказган и Улутау, места, где когда-то располагались древние ханские ставки. Именно в Улутау в прошлые века сходились на Курултае главы казахских родов со всех окраин необъятной степи. Но вот таким был Улутау в середине 90-х. Здесь не было ни воды, ни железных дорог, ни серьезных автомобильных магистралей, ни даже аэропорта. Да, место было подходящим, даже символичным. Но нужны были колоссальные средства, чтобы построить в этом месте город. Думали и о Караганде. Это большой развитый город, заслуживший солидную репутацию в Советском Союзе. Но он подрабатывается шахтами, были проблемы с сейсмичностью, возникали вопросы водообеспечения и экологии. Третьим вариантом был Актюбинск. Но в этом случае столица оказалась бы слишком удалена от восточных районов страны. В общем, вариантов было немало. Но в результате выяснилось, что подходит идеально лишь один город. Акмола, бывший Целиноград. Выбор был сделан. Теперь предстояло самое главное. Нужно было не только построить город физически, современные здания и инфраструктуру настоящей столицы. Нужно было изменить самосознание людей, менталитет. Ведь тем, кто родился в небольшом степном городе, вскоре предстояло стать столичными жителями. Руслан Ильич, и вот я знаю, для меня, как для казахстанки, астанчанки очень важен вопрос, и он всегда для вас актуальный. Это вот действительно культура, внутренняя культура, жителей столицы, культура быта. Вот за эти 10 и больше лет поменялось многое в этом вопросе? Очень тяжело это идет. Из провинциальной глубинки сделать столичный лоск – это непростой вопрос. Если вы помните, я два раза в год провожу специальное совещание по Астане, подводим итог полугода, намечаем, что надо делать. Каждый раз я об этом говорю, что жители Астаны должны приобрести столичный лоск. Во-первых, сколько мне приходилось говорить, столица начинается с аэропорта, с вокзала, именно с туалета, который должен быть чистейшим, который должен быть с образцом, как везде. Я с этого начинаю говорить. И от того, как человек зашел в ресторан, как его обслужили, в магазине как к ним обратились, таможенные работники как с ним общаются, понимаете, это очень трудно. Ну, например, на этих же совещаниях приходилось говорить о том, что построили новый стадион, суперстадион, крытый футбольный, которого в мире нет. Он закрытый зимой и летом, любой мороз можно там. И что люди первый раз приехали туда, сделали после этого? Они прилепили жвачки на все стулья и, извините, и даже изгадили кое-где. Как будто это вражеский какой-то объект, который надо с ним сделать что угодно, хотя это построено для останчан, для народа. Вот что такое культура, что такое лоск? Я считаю, что за эти 12 лет мы кое-чего добились, оно заметно сейчас. Потом Астана теперь не только ахмолинцы, а в Астану приехали со всех концов Казахстана. Здесь очень много алматинцев они тоже принесли. И потом вот это обилие учебных заведений, театр, опера, балета, ханшатор, концертный зал, куда мы сейчас принимаем лучших артистов. Вот эти люди, которые составляют интеллигенцию нашу, косяк такой, образованные люди, они как раз своим поведением, своей жизнью, бытым отношением к делу показывают пример. Это надо начинать со школы, любить свой город. Пример Сингапур. Но мы таких драконовских мер еще не принимали. Если надо, я и приму. Если окурок бросил не в урну, а в асфальт, 100 долларов штраф. Да минимум, а то и 400. Вот если с грязными колесами автомобиль выехал на трассу, 250 долларов сингапурских штраф. И так далее, и так далее. С иными словами, иной раз надо культуру бытовую... Надо внедрять. Там же Ликванью боролся, чтобы не плевались. Убрать плевательницы. Где сидят, там и плевались. То есть не только мы этим занимаемся. И города со временем приводят. В Москве 800 лет, конечно. Там и приезжих 2 миллиона каждый день приходят, уходят. Но все равно основной костяк тех москвичей, которые выросли с уважением, с гордостью, так сказать. Такое же сложится со временем и в Астане. Ну, ты же, наверное, замечаешь, Кольюш? Конечно, да. Как раз на два города живет. Алмата, Астана и Астана. Астана очень чистая. И, конечно, культура поменялась. Вот именно сама чистота воспитывает дисциплину человека. Если там лежит мусор, туда кинешь еще чего-то там. Мало или много, там еще одно что-то бросить. А вот чистота города, за которым мы следим, и Акимат города за этим следит, это очень важное, очень главное. Комфортность города для проживания, комфортность человека, он тоже делает его более красивым, более интеллигентным. И счастливым. Да? И счастливым еще. Да, и счастливым. Ну, если на наших сценах ставятся великие произведения, вот Аида мы недавно смотрели, Жизель, полный зал, аншлаг, ни одного места нету заранее. Ну, что эти люди воспитываются? Вот, например, не любят драму, не любят театра. Его надо водить 3-4 раза. Потом он сам захочет посмотреть еще раз. Так я в Алмаде делал первые годы, вне зависимости. Все театры пустовали. Всех министров водил туда. С женами пошли все. Так куда деваться? Раз, два, три пошли, уже стали сами проситься туда ходить. Точно так же культуру надо человеку сам себе воспитывать. Ну, и мы призваны воспитывать эту культуру. Я хочу, чтобы астанчане быстрее стали столичными. Когда из провинции Казахстана приезжают сюда, видели, что здесь живет столичный человек. Он культурный, он образованный, он вежливый во всех отношениях. Фактически столица построена со всей его необходимой инфраструктурой. Построен новый международный университет, который я бы хотел, чтобы вы сходили. Посмотрели. Совершенно по новой технологии. Не подчиняются нашим законам по образованию. Подчиняются западным законам. И преподавание чисто на английском языке. Преподаватели все западные там преподают. Под этот университет построены будут 20 интеллектуальных школ, откуда будут набираться лучшие талантливые дети. То есть будущее за знаниями, будущее за людьми, которые будут конкурировать в мире с другими людьми, а не просто в чем-то. Астана – это гордость. И развитие города никогда не останавливается. Город превратает собственную жизнь. И идет по своему пути уже. 20 октября 1997 года вышел президентский указ об объявлении города Акмалы столицей Республики Казахстан. В нем говорилось, что с 10 декабря 1997 года Акмала становится столицей Республики, а ее официальная презентация намечена на 10 июня 1998 года. За эти пару лет, от момента, когда Астана, тогда еще Акмала, была выбрана главным кандидатом в столице, и до дня презентации город изменился до неузнаваемости. 14 тысяч строителей из Казахстана и стран СНГ трудились на его площадках, торопясь успеть к назначенной дате. Работа кипела круглосуточно. Ремонтировали дома, реконструировали набережную, строили самый шикарный в стране пятизвездочный отель. Удивительный случай. К дате, которая была назначена президентом несколько лет назад, удалось успеть в точности. Без отсрочек, без отговорок. Гостям, которые приехали на церемонию презентации, открылся новый город. Город, построенный президентом страны, как новая столица независимого государства. Астана Берс, все общеизвестно, как часто вы, собственно, лично вмешивались и руководили ходом строительства столицы. Скажите, насколько сильным было ваше участие в этих процессах? Вектор значений, каким он должен быть, задан был мной, без ложной скромности скажу. Каждый камень, как говорится, здесь закладывался мной. Каждое архитектурное сооружение прошло через мою экспертизу. И желание сделать город как европейским, так и казахским, так и азиатским, как вы видите, примерно оно осуществляется. И удобным для жития образование, лучшее здравоохранение, которое вы есть, лучшая культура здесь и лучший сервис. Но учитывая, как вы справедливо гордитесь тем, что участвовали непосредственно в создании города, я практически уверен в том, что и к Аккорде вы тоже приложили руку. Может быть, интерьеры подбирали сами тоже? Очень долго я подбирал проект, правда. Разные были. Запомнился проект испанского архитектора, который хотел сделать аппарту, как рейхстах, стеклянный. Все должны видеть, как президент сидит, работает, как он идет, кушает, как он одевается, раздевается. Демократия все должны видеть, но это не в казахских традициях. Еще были, чтобы вообще сделать его восточным, с такими стенами крепостными, куполами такими множественными и так далее. Но хотелось, чтобы действительно не потерять восточный колорит. Это наша юрта, купол. Юрта работает на весь мир сегодня, вся Европа в куполах. А это все пошло от нашей юрты, забыли сейчас это все. И вот этот проект немецко-швейцарских архитекторов, который мне предположен, я смотрел знаменитый дворец Людовика XIV в Париже, Версаль. Специально ходил, смотрел Версаль. Хотелось, конечно, было, чтобы современность, и подчеркнулся, что это. Впервые ставка главы государства строилась в Казахстане. Впервые. И чтобы эта символика во всем подчеркивалась, именно я подобрал этот проект. Внешняя его обшивка специальным мрамором, который вы видите, он постепенно будет приобретать все больше и больше вид, как будто он древний. И внутреннее размещение всех комнат, кабинетов, полностью, я сам смотрел. Интернер, высота, удобство. Во-первых, он, чтобы не был большой, аппарат должен сидеть в другом, хотя и здесь сидит больше 150 человек, находятся. Был удобным для работы и для проживания. В этом здании имеются апартаменты для основных гостей. Что-то, правда, все предпочитают, я предлагаю всегда, предпочитают останавливаться в гостиницах здесь. Когда Саркази приехал, он смотрит на этот город, говорит, ну это что за чудо? Мы это не можем. Вот сейчас встречались с премьер-министром Берлосходи, он говорит, слушай, я тебе завидую. Ты за 8 лет столицу построил. Нам бы надо было 800 лет, чтобы такой город построить. Вы знаете, когда мне говорят, Астана, у меня помимо вот этой вот удивительной футуристической панорамы, перед глазами еще два образа. Термометр в моей гостинице, в день вашей инаугурации, который показывал минус 45, и вы... Мне было 45, я всем говорю, что было 38. Мне говорят 40. Я говорила лететь 8. Россияне говорят 45. Мне прибыли без шапки на крыльце аккорды, может быть, это я уже... У гостиницы было тепло. В гостинице было хорошо. Это самое главное. Официальная презентация нового дворца президента Республики Казахстан состоялась 24 декабря 2004 года. С этого момента президент страны переехал в Астану окончательно. С ним была его семья, которая с самого начала поддержала эту мысль построить заново в степи город, каких еще не было. Ну, Стан Абишич, из-за переноса столицы вот вам, бывшему алматинцу, наверное, пришлось уже реже видеться с семьей. Скажите, как сильно вы это ощутили? Вот это пусть вынужденное, но все же ограничение общения с близкими. Я вообще по натуре человек семейный, домашний. Астрологи говорят, что поскольку у меня знак Зодиака Рак, и у этого знака семейные дела, в общем, они очень близкие, действительно. Дети, семья, это для меня очень близкая категория. Я очень люблю своих дочерей, детей своих, и я знаю, что они меня любят. Ну, встречаться приходится сейчас редко, на самом деле, но эти встречи бывают очень теплые, бурные, они меня поддерживают. Дети взрослые, у каждого своя жизнь. Обсуждаем, решаем вместе. Приезжают сюда, ну, как-то они все же не оторвались от Алматы. Так же, как и моя жена. Только наездами может быть. Там дети, там внуки. Я приезжаю. Согласно Конституции, у нас резиденция президента и в Астане, и в Алмате. Так записано. Поэтому я могу работать и там, и здесь. У генерала Деголя есть известные выражения, когда достигаешь вершин государственной власти, обоеваемые холодными ветрами только государственных интересов. Старых друзей рядом нет, новых, настоящих, приобрести невозможно. Одиночество и печаль становятся твоим уделом. Это он так говорил. Он был военный, человек сухой, но я не такой. Вы опровергли. Я опроверг, я общительный, я люблю друзей, я люблю жизнь, правда. Честно. Субтитры создавал DimaTorzok один из самых красивых видов, который открывается на Астану, отсюда, с третьего этажа, аккорды, где обычно принимают иностранные делегации. Вообще, таким масштабным мероприятием, как в Треновом столице, может похвастаться редко какое государство. Надо сказать, что мировое сообщество, это решение президента Казахстана, безусловно, оценило. Оценили это и сами казахстанцы, те, кто получил выгодные контракты на работу в новом городе, и те, кто просто стал жить в столице мирового уровня. Десять лет назад население этого города составляло примерно четверть миллиона человек, сейчас получается показатель превышен уже в три с лишним раза. В следующей программе мы поговорим с вами о том, каким видит будущее Казахстана президента Султан Назарбаев. Обсудим стратегию уже до 2030 года. С вами были Олег Ульмукей и Сергей Брилев. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok